Говядина на ребрышках, сочная, в ярком винном соусе. Да, не быстро, но чертовски вкусно. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите Кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала прекрасно помнят вот этот ролик. Мы с Володей готовили баранину, курицу и совершенно потрясающую картошку в тандыре. Так вот, примерно неделю назад на меня вышел представитель магазина, который как раз таки такими тандырами торгует. Оказывается, после выхода этого ролика резко возросла посещаемость их сайта. Так что спонсором сегодняшнего выпуска выступает магазин на костре. Ссылку на их сайт смотрите в описании видео. Они делают доставку своей продукции куда угодно. Москва, РФ, даже за границу. Я прекрасно помню, что обещал вам отдельный выпуск с подробным разбором плюсов и минусов тандыра. Он пока не готов, и мне очень нужна ваша помощь. Как я говорил, производитель к своим тандырам выпускает всякую кучу аксессуаров. Это решетки, это камни отдельные, это горшочки для тушения. У хозяев дома, в котором мы снимали выпуск, таких аксессуаров к тандыру нет. То есть мне испытать-то нечего. У меня очень большая просьба. Если у вас или у ваших знакомых есть такой тандыр, поделитесь опытом эксплуатации в комментариях под этим видео. И тандыра, и аксессуаров. Я весь ваш опыт обобщу, и выпуск с плюсами и минусами получится гораздо более информативным и полезным для всех. Я очень на вас надеюсь. Да, чуть не забыл. Вот ссылка на канал этого магазина. Я понимаю, что от того, что у сегодняшнего выпуска есть спонсор, для вас не жарко, не холодно. Но если вы что-то соберетесь приобрести в этом магазине, они торгуют не только тандырами, но и самыми разными аксессуарами к нему, и самое главное, самыми разными штуками для того, чтобы готовить что-то на даче, на костре. Не забудьте при заказе сказать волшебную фразу. Кулинарная пропаганда. По этому формокоду получите скидку. 10%. Самое вкусное мясо растет на костях и возле костей. Да, к сожалению, оно требует гораздо более длительной готовки, чем просто какая-либо там мякоть. Но результат, сторицы купает все затраты. К тому же, мясо на костях дешевле, чем просто мякоть. Так что вполне можно считать, что это у нас антикризисное блюдо. Чтобы не терять времени, пройдем на рабочее место. Несмотря на то, что все готовится долго, своего личного времени я на весь этот процесс потрачу очень мало. Вот у меня говяжья грудинка. Мяса здесь гораздо меньше, чем хотелось бы. Тут вообще неприятная история приключилась со мной. Впрочем, начну готовить и сейчас все расскажу. Разрежу сразу по косточкам. Так вот, несколько дней назад попросила своего режиссера купить в магазине подчеревок. Потому что собирался готовить вареный копченый бекон. Вот в этом ролике я показываю, как я его делаю. Так что, если пропустили, щелкайте и смотрите. Ну, или заглядывайте в описании видео. Ссылка там будет. Возвращается режиссер домой и говорит, что подчеревка не было. И знакомый мясник обещал его к следующему утру подготовить. Пока мне его нужно было заехать к его напарнику и забрать. Начну разогревать растительное масло. На следующее утро приезжаю я в магазин, а напарник оказался напарницей. И она сначала давая отнекиваться. Был, заказ есть, но не знаю, кто заказывал, поэтому не знаю, кому отдавать. Уболтал, короче, ее, что это мой заказ. Сдалась. Выдал мне его. Но у нее на прилавке еще лежала великолепная говяжья грудинка. Почти без жира, с толстым слоем мяса. Ну, я, естественно, сразу возбудился и говорю, беру. Только попросил его распилить эти самые ребра поперек. Ну, они длинные были. Неудобно такие есть. Смотрите, какая красота. Соль, лук, чеснок сюда же. И парочка ложек протертых томатов. Пусть немного обжарится. Так вот, она, я про продавщицу, распилила и стала укладывать все мои покупки в пакет. А мясо на ребрах по длине неравномерно распределяется. К концам ребер мясо меньше слой, а к началу раза в три больше. Смотрите, как подрумянился. Добавляю сухое красное вино. Надо, чтобы все ароматные прижарки растворились. Сейчас, минута погулькает. Да, так вот, мясо, как я сказал, уже неравномерно по длине ребер распределяется. И, короче, когда я приехал домой и стал разбирать покупки, то обнаружил, что в пакете у меня лежат кусочки ребер с тонкого края. То есть, с того места, где мяса мало. А те куски ребер, где толстенный слой, продавщица не положила. Правда, посчитала, конечно, там по чеку все верно. То есть, ту часть она мне не завешивала. Но все равно получилось, что я за те же деньги взял больше костей и меньше мяса. Короче, я крайне раздражен. В первый раз у меня здесь такая дурацкая ситуация. Ладно, вино полностью растворило все следы реакции Майяра. Сейчас добавлю сюда ложку концентрированного куриного бульона. Подробности приготовления концентрата красного бульона я уже показывал вот в этом ролике. А здесь у меня такой же, только готовил я его не из говяжьих костей и обрезков, а из куриных. Он пахнет хорошо прожаренной курочкой. Очень хорошо прожаренной. И нет, бульонные кубики здесь не подойдут. Ну вот, смотрите, все, что надо, растворилось. Теперь переложу форму для запекания, накрою фольгой и уберу в духовку на полтора-два часа. Собственно говоря, на этом первая часть готовки завершена. Температура 180 градусов. Время готовки полтора-два часа. Собственно говоря, время готовки зависит от вашего мяса. Чем моложе, тем быстрее готовится. А гарниром займусь, когда будет готово мясо. А между тем прошло полтора часа. Мясо готово. Пора приступать к гарниру и соусу. Ох ты ж, какое оно здесь. На гарнир я сегодня хочу без особых изысков слегка припустить на сковородке зеленую и белую фасоль. Можно, конечно, было бы ее и на пару приготовить, но я предпочитаю сковородку. Немного оливкового масла и для яркости вкуса немного свежего чеснока в самом конце. В другую сковородку перелью весь тот сок, бульон, вино, что скопились при запекании мяса. Этот бульон надо немного упарить, чтобы еще больше сконцентрировать все вкусы и ароматы. А чеснок надо помельче порубить практически в пыль. Про мясо-то я забыл. Чтобы не остывало, прикрою его фольгой. Так, что там с соусом? Ммм, насыщенный, ароматный. Пожалуй, сюда немного сахара, немного соли. Перца черного обязательно, хочется побольше остроты. И ложечку-другую яблочного уксуса. Так, ну-ка. Вот, теперь просто идеально. Фасоль тоже готова. Че их готовиться-то, только прогреть. Отправляю сюда чеснок. Чесноку буквально полминуты прогреться, чтобы сильнее свой аромат отдал. И можно сервировать. Собственно, все. Сейчас все соберу на тарелочке и покажу. Вот как-то так. Так, вот интересно, сколько бы вы в ресторане за такую тарелку отдали? Снимаю пробу. Какое мясо! Сочное, пропитанное ароматами. Изумительно мягкое. Очень яркий вкус соуса. Отлично просто сочетается. Фасоль. Слегка хрунтит. Изумительный такой чесночный налет. Нет, соус все-таки восхитительный. Нет, все-таки еще один кусочек мяса. Мясо на костях очень-очень ароматное. Пропитанное коллагеном. Поэтому он не расползается на волокна, а как кусочек масла во рту катается. Это надо готовить обязательно. Просто приготовьте. И лук тоже надо, естественно. Как же без лука-то? Идеально сбалансированное блюдо. Приготовьте. Приготовьте. Еще раз приготовьте. Вы будете в восторге. Традиционно. Понравилось? Ставьте пальцы вверх. А еще лучше, если вам понравилось, приготовьте его дома. И поделитесь своими впечатлениями. Ну, либо под описанием видео, либо в группе ВКонтакте. Все ссылки на группу ВКонтакте, на ЖЖ и на прочее вы найдете в описании этого ролика, как и, впрочем, других. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!